здравствуйте уважаемый трейдер инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 3 октября обзор рынка фондовые индексы товарно-соревой рынок рынок форекс рынок криптовалют обсудим что произошло за эти дни вчера я пропустил обзор был немножко занят ну рынке рынке скажем меняют свои тренды кто-то уже немножко поменял локально кто-то на поготове раньше был покупателям по евро по фондовым индексом по металлам и на текущий момент у меня мнение поменялось причина причина основная это то что сейчас пошла эскалация конфликта на ближнем востоке и так скажем трейдеры ушли в валюту убежище доллар да и поэтому по форекс произошел такой ну я бы не сказал что это глобально она пошла коррекция во что это коррекция превратится мы пока не знаем посмотрим что дальше будет допустим вот статьи которые пошли последнее время тот же ученый один из ельского университета сша говорит что эскалация конфликта на ближнем востоке может привести к скажем к инфляционным риском до нефть может подрасти она в принципе то что я прошлый раз говорил что есть вероятно что нефть может пойти вверх я приводил пример прошлого разворота да там сложно очень и сейчас больше подтверждается что нефть будет расти скорее всего да это инфляция ну и другие рынки то же самое а если инфляция то будет все-таки не падать как она ожидается то центральные банки мировые будут скажем не так агрессивно понижать ставки или даже там стоять на месте или даже повышать и так далее потом второй момент но даже и вот израильское телевидение вчера если не ошибаюсь сказала что мы дадим отпор жесткий такой скажем ответ на то что был последний обстрел от ирана поэтому что дальше договорятся ли они будет ли какая-то пауза или будут скажем нарастать и таком сложно сказать вот даже берем предыдущий в принципе там постреляли друг друга давно где-то напрямую где-то через прокси страны соседей и скажем потом успокоилась и рынки росли и сейчас непонятно но продолжится и или нет скажем как я смотрел некоторых аналитиков они больше склоняются на такие более агрессивную скажем на этапы эскалации конфликта где-то ближе к выборам президента в ноябре поэтому посмотрим что там будет там будет очень интересно ну давайте конкретно графиком есть пару моментов они очень сложные я прямо так скажу что касается snp 500 до этого я был покупателем на текущий момент я уже перешел к медведям да я бы не сказал что здесь супер модель но вот это движение которое произошло во вторник и вчера и пока мы ниже уровня 5 775 условно 5 800 я я за снижение по snp 500 что это будет за снижение коррекционная как было у нас прошлый раз такое небольшое или более сильное время покажет но я пока за спекулятивные шорты и посмотрим что из этого получится да то есть фундаментально понятно сейчас идет такой на рынках напряженность и с технической точки зрения мне здесь показывают шорт дальше nasdaq двух словах то же самое локальный уровень сопротивления для меня это 2 20 100 до пока мы ниже 20 100 я за за снижение аналогично ну примерно как вы здесь что из этого получится упадем где-то в район там 19 500 9 1900 и 18 500 время покажет но я больше склоняюсь к шортам ну еще добавить двух словах рынок труда вчера были данные от адп вышли лучше ожидания там 140 000 ожидали 120 если не ошибаюсь пятницу у нас нонфарма но об этом уже завтра поговорим конкретно что там ожидать поэтому пока я сын пи насдак я больше склоняюсь к шортам что касается по рынку металлов здесь у меня здесь у меня тоже такое мнение что так как все убегают в доллар индекс доллара прилично растет фондовый индекс пока пытается падать и вроде бы как металла могут быть защитные активы но я склоняюсь тому что они тоже могут скорректироваться технически здесь сложно объяснить модель 1 вот здесь у меня есть по золоту если считать вот это как импульс это коррекция и пока мы ниже 2665 условно да вот я вот я за снижение по по золоту за снижение то же самое касается серебра технически здесь модель номер два то есть мои ученики знают вот это импульс это коррекция и пока мы ниже 31 85 я за снижение то же самое пока под вопросом что это за снижение небольшая коррекция или более сильная глубокая коррекция время покажет то есть вы можете если вы скажем перейдете на мою сторону шартов то там можно тралить стоп и так далее из пока вот вот скажем такая ситуация до этого я был покупателем ну скажем такие форс-мажор сложно предвидеть кто когда будет стрелять и так далее что будет происходить что касается рынка нефти здесь есть вероятность что мы вот этот тренд который был за последние там скажем несколько месяцев ну и он вообще глобально допустим там год вниз идет он пыта его пытается сломить и я больше склоняюсь к тому что нефть вот видите мы вот эти минимумы не вынесли я говорил что уровень 70 у нас ключевой это такой сложный разворот то есть это как импульс коррекция и наверх то есть это по примеру как вот здесь вот я на прошлом своем обзоре говорил что очень похоже на вот этот пример они здесь еще могут откатывать и так далее то есть по точкам входа очень сложно то же самое здесь было не смотрите как мы развернули и я больше склоняюсь что нефть будет прилично расти в район но если по бренд это 80 90 мы можем ближайший месяц-два показать рост дальше что касается натурального газа здесь аналогичная показа покупки у нас локальный уровень поддержки в районе 285 пока мы выше него я бы дальше покупал ну как видим натуральный газ такой более спокойный последнее время но можем вот вчера мы 3 доллара тестировали такой ключевой уровень возможно мы в ближайшие дни его будем пробивать ну и что касается индекса доллара индекс доллара вышел с того накопления которыми говорил говорил что у нас диапазон 100 снизу и сверху 101 там 107 175 мы закрылись позавчера выше и у нас открыта дорога наверх 102 мы почти достигли я думаю что или с текущих или с коррекцией то есть сложно сказать возможно индекс доллара будет там ближайшее время расти в район 102 50 103 хотя скажем я там не на сто процентов уверенно что мы будем сильно расти технически потому что нет точек входа таких хороших хотя она была позавчера я не вошел точнее не позавчера вчера утром вот здесь я был занят вчера и немножко от рынка отвлекся будет ли вот этот тренд сильно корректироваться под вопросами и это коррекция в район 102 плюс минус и все и так далее потому что у нас здесь достаточно сильный тренд и что касается евро то же самое вот эта коррекция если она будет уже углубляться очень сильно но здесь уже под вопросом что здесь происходит но пока по евро точек хода у меня нету если будет какая-то коррекция потом может можно будет говорить возможно здесь двойная вершина какая-то и насильное снижение сложно сказать на фунт аналогично уже падает как бы скажем как-то вот так ну пока я просто в двух словах то есть евро фунт пока вниз но здесь точек хода нету есть по другим инструментом там если смотреть канадский доллар франку там мне кажется там более хорошие точки входа так что так что так дальше что интересного шасси кундочку ну и bitcoin bitcoin эфир пошли на эти коррекции которые я принципе говорил что они могут быть потому что у нас вот этот импульс он достаточно большой и для него могут может быть хорошая коррекция как она конечно будет связываться с обвалом фондовый индексом несло мне сложно сказать или где-то я ошибаюсь или по фондовым индексом и там будет небольшая коррекция или по криптовалютам но пока пока посмотрим что дальше будет рисовать я говорил что я бы bitcoin эфир понемножку покупал кто на споте или с маленьким плечом я бы набирал то с большим плечом торгуют здесь нужно аккуратно выбирать точки входа их пока таких хороших точек входа нету вот эфир вообще достаточно сильно откатил как-то как-то очень сложно здесь я такой сценарий говорил что вот это все движение которые у нас по эфиру есть альтернатива что это может быть очень сильный шорт вот это накопление потому что я прошлый раз говорил что я это рассматривает двойное дно мы там насильно на такой точке точки x по тренду и мы должны отсюда уходить наверх но это все ломается как вариант может поломаться и если все таки произойдет обвал на рынках конечно у нас если все таки утихнет вот эта эскалация конфликта на до ноября или там на недельку две-три то рынки могут скажем подрасти хорошо то есть как бы таком формате вот как то вот так то есть ситуация если будет меняться посмотрим еще сегодня у нас четверг завтра пятница нонфарм посмотрим что завтра будет запишем обзор на если прям что-то будет меняться после нонфарм возможно со следующей неделе будет ситуация другая то есть как-то вот так но пока у меня мнение такое что вот эти тренды они пошли на коррекцию хотя это это очень сильные тренды они в моменте могут показывать что мы идем на коррекцию в итоге выкупают очень сильно и так далее вот на этом все если будут какие то вопросы пишите пишите свое мнение или вы продолжаете работать скажем по этим трендам или все таки у вас тоже мнение поменялось возможно ваши стратегии или скажем подход видят по другому ситуацию на рынке на всем удачи всем пока до следующего обзора